Классик русской литературы, поборник морали, страстный охотник, а также властитель дум прогрессивной молодежи своего времени, Иван Сергеевич Тургенев. Мать писателя, Варвару Петровну, боялись все. Пожиг. Прислуга, собственный муж, дети, которых секли розгами даже за малейшую провинность. Однажды юный Ваня чуть было не сбежал из дома. Помните жестокую и беспощадную барыню в рассказе Муму? Так вот, ее образ Тургенев срисовал собственной матью. А вот сам Иван Сергеевич был образцово вежлив со всеми, даже со своей прислугой. Французский писатель Альфонс Даде говорил, Тургенев это женская душа в грубом обличии циклопа. Драматург Писемский называл его ласковым гигантом с глазами умирающей газели. Кстати, рост писателя по меркам 19 века был просто невероятным – 192 сантиметра. Иван Сергеевич знал много душевных песен и, к сожалению, для окружающих с удовольствием их исполнял. Несмотря на брутальный внешний вид, голос у Тургенева был высокий, напоминающий женский. Кроме того, слух музыкальный отсутствовал напрочь. Впрочем, писатель и сам называл собственное пение поросячьим визгом. К слову, о заливистом смехе с прихрюкиванием Ивана Сергеевича тоже ходят легенды. У Тургенева был свой довольно оригинальный способ обороть навалившуюся на него грусть. Для этого он вставал в угол, надевал свой колпак и не уходил до тех пор, пока хандра не отступит. Другое дело. Мир мог не увидеть романа «Отцы и дети» или же «Войну и мир». Ведь весьма непростыми были отношения авторов этих произведений. Да-да, Тургенев и Толстой не рассорились. Но одна из посиделок в гостях у поэта Афанасия Фета закончилась нешуточным скандалом. Лев Николаевич нелестно отозвался о дочери Ивана Сергеевича. Ну а далее перестрелка, письма, недопонимание. И вот уже Толстой вызывает Тургенева дуэлировать на охотничьих дружьях, чтобы уже наверняка. Иван Сергеевич вызов принял, но стреляться согласился с секундантами и на пистолетах. На что Лев Николаевич дал следующий ответ. Вы меня боитесь, а я вас презираю и никогда дело с вами иметь не хочу. Дело они не имели долгих 17 лет. Но наконец летом, 1876 года, в Ясной Поляне состоялось таки примирение двух великих классиков русской литературы.